Евангелие от Марка, 1 глава, 1-2 стих. Начинаем Евангелие от Марка. Максим, я закончил. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. Вот я посылаю ангела моего Христом своим, который приготовит путь твой перед тобою. Первый раз, когда я читал, у меня все было ясно. Потом стали появляться вопросы, а потом стало все не ясно. И тогда начал дальше разгребать, раскапывать, читать толкование святых отцов. И тогда только увидел, что Евангелие-то не Марка, Евангелие Петра, Петр. Марк-то не ходил даже. Тот юноша, который обернулся по телу и вышел посмотреть, когда события Семанского Христа арестовывали. Это был Марк. Все с этим соглашаются. А далее, а он ученик Петра, как сын был, он называет его. А тут, говорит, начало Евангелия Иисуса Христа. Ни Марка, ни Матвей, а Евангелие. Когда мы с шурманами беседуем, мы говорим Евангелие от Марка и Анна, они вообще не понимают, как. И жил это Евангелие, это Христу, Иса. Все Евангелия, они в одно об одном. Евангелие благая весть. Евангелие Иисуса Христа. Вот где ответ дают. А это условно по автору. Евангелие ни Матвея, ни Марка вообще не существует. Благая весть Христа. А спроси сейчас, ты Евангелие от Христа знаешь? Ну и как не знаю, я знаю Евангелие Матфея, Марка, Луки, Анна. Какое? Христа. Видите, я этого никогда не знал. Прошли годы исследования. И тогда только увидел. Господи, да как же это можно было-то не видеть? Православные-то вообще этого ничего не знают. Начинает говорить дальше. Христа Сына Божия, запятая, как написано у пророков. Написано у каких пророков? Есть великие пророки, двенадцать малых. Ну кто пророк Айгель знает? А где? Ну пророкам и спроси. А ведь это пророки, которые в Библии, ну Захария там много написано. Исаия это крупные пророки, большие. Большие не потому, что один выше ростом был или важнее перед Богом. А по объему того, что осталось. Может быть Айгель написал сто глав, осталась одна. Он число малых пророков. Как написано? Иисус идет с учениками и доказывает, как написано. Притом абсолютно везде доказательства должны быть от того, как написано. А вот как написано-то? Вот это вот это и не знают. А спорят, я Павлов, я Полосов, а я Тифин, Петров, а друзья, я Христос, Христос. Мы евангельские христиане, люди сегодня называют, а вы-то только православные. Нет этих слов. А написано христианин просто. И слова евангельских христианин нету. А не евангельский каком, но и христианин тогда. Люди в словах награбождения говорят, а когда начинаешь разбирать, разберешь эти завалы, и все это умышленно. Кто-то путает. Нам нельзя доказать ничего без Слова Божия. На соборах многое доказывали, но все-таки опирались на Слово Божие. Сегодня в Слово Божие вообще Слово Божие никакой как будто роли не играет. А вот нам нужно, что мы объединились, мы стали более сильные, и теперь мы будем бороться с католиками. Как? Объединение для того, чтобы с католиками бороться. И где вы это нашли? А указывать, вот год прошел, а что, да это указывает на возрождение русской нации. Какое возрождение? В каком месте? В какой деревне? В каком городе? Ты посмотри, что в городе делается, что в школах. Какие взятки берут? Везде оборотни. Все на развал идет. А вот мы объединимся, да мы не объединились. Вы знаете, как объединяться можно? Чтобы мы одинаковые были? По Слову Божию. А по Слову Божию, это когда мы одинаковые. Объединение, в смысле одинаковости. Мы одинаково понимаем. Одинаково. И апостол Павел видел, что у него не так идет дело, как у апостолов. У других павел. И он тогда пришел и стал им рассказывать. Братья, я вот так делаю. Я прихожу, и перекрестился там, или как, и говорю, Бог ныне велся всему миру, язычники, татары, цыгане могут покаяться. А вы как? А мы говорим, Бог евреям пришел. Ну и там еще кто-то, может быть, никому не проповедует, кроме евреев. И Павел говорит, и я предложил особо знаменитейшим, не напрасно им я подвязаюсь, может быть, совсем не так, и что я в те годы делал, обращались тысячи, все это зря. Я им предложил. Как они разбирали? Благовествование. И вот объединилась зарубежная церковь с патриархией. И что? Объединились они по каким признакам? Вот те там благовествуют, и другие, давай, а ты как проповедуешь? Ну я начинаю сначала молитву учить, потом говорю, в храм ходите, чаще исповедуйтесь, причащайтесь. А на каком языке? Ну как на каком? На англичанам, на английском языке нельзя. Англичанам, китайцам надо на каком-то славянском только. Так они по-русски ни слова не знают. Неважно, Бог знает. Считаешь, думаешь, даже не то, что не навальные, а совсем никакие. Господь прямо нам говорит, как написано. Каждому народу обращались апостолы. Вот как? А еще как? А как написано? Ни два пальца, ни три, никак. Вообще этого нету нигде. А у нас принято. Ну принято ее сиди. А как правильно одна или два ей писать? Ешла. Запомните. Ешла. Евреи говорят, Иисус это Ешла. А как нам непривычно-то? Сейчас же сам молится. Ешла, Гоанна, Аксири. Это Иисус из Назарета. Да никто не поверит. А мы с тройным перекладом получили от греков-то, да и ничего не можем сказать правильно-то. Никакого Иерусалима нету. У них Салим это шалом. Даже буквы-то не те стоят. Надо смотреть слово Божие и иногда обращаться к оригиналу. Как написано. А теперь проверим себя. Когда мы с кем-то беседовали, какое-то было несогласие. Как часто мы обращались к этим сакральным словам? Как написано? Ведь у нас же бывает с кем-то несогласны. А как написано? Давайте сядем. Если Писание-то не знаешь, как воды, как ворот набрал. Чтобы удержать ее, надо молчать. 1 Иоанн 1.1.3. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Апостолы могли это сказать и записали. Оцени Божьем. Мы говорим об Евангелии Иисуса Христа. Что мы можем сказать о Христе? С кого нам брать пример? С Христа. Биографию Христа дети все знают. Мы желаем, чтобы в детях отобразился образ Христов, с кого, говорит, писать, образ, подражать. А Иисус Христос, как говорю, по любому вопросу. Чтобы в ребенке отпечатлелся образ Иисуса Христа. С детьми заниматься очень даже непросто. Любой ему показывает, может пересказать. А начинаешь, когда посмотришь фильмы Иисуса, они с пятого на десято прыгают, он не может еще понять и быстро забывает. Легко дается учеба только рожденному свыше. Я имел счастье видеть таких детей, настоящих верующих. 1 Иоанна 5, 11. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную. И сия жизнь в Сыне Его даровал. То есть мы получили. Когда? Ну вот нам что-то дали, большой перевоз пришел бы, или подарок какой-то дарственное. Ну мы можем сказать, где мы получили? Ну мы не удостоились этого счастья. А бывает родственник богатый, где-то за границей умирает, и оттуда в завещание приходит человек, вручает, и он несказанно богатый, он внезапно делается. Как? В Сыне Его. В каком смысле? Свидетельство в том, что Он даровал нам. И жизнь вечную. Вы как-нибудь подумайте, вот эти, которые миллиардеры, о них часто пишут, они нищейшие люди. Я почитал воспоминания одной этой миллиардерской, она говорит, я никуда не выхожу. Два-три мне, я говорю, есть знакомых, которых разрешают, а все время охранники, мы одни никогда не остаемся. Я не могу пойти даже по магазинам одна. Одна, она никуда не может пойти. А мы идем хоть ночью, хоть днем. Слово сказать завтра меня не будет. Так что вы просите Господа Бога, чтобы ваши братья, чтецы, кому разрешено в храме проповедовать, нашли проповеди Анна Златоуста, может быть, и Крема Сирина, или сами подготовят. Мы едем на Благовестие, очень рано, в полвосьмого уже уезжаем. Далеко. Далеко, и мы едва-едва успеваем к концу службы, где там священник договорились о встрече. Приходится кое-чем пожертвовать. Давно буду читать молитву. Помолитесь. Потому что в прошлый раз мы ездили в воскресенье. Некоторые не знают. Мы побыли в трех районах. И везде, удивительно, Бог открывает нас. Мы фотографии привезли. Начинаешь говорить, подходит пьяница, начинает мешать. А следующая фотография, она же сидит около забора, и сидит и вам читает. Это вот так интересно. Первые люди, кого видим, подходим. А кто такой? Мы говорим, мы благовестники православные. Приехали отсюда, показываем книги. Вот это даром даем, вот это стоит. Писанам православие 120. В соседний двор заходим. Женщина говорит, я говорю, она говорит, мне эту книгу дайте. Открывает руку, 120. А как вы узнали? А вы говорили, я в спорточках слышал, вы говорили. Она нас еще не разговаривала, книгу не видела, уже деньги в пулаке вышла покупать. Я такого даже не встречал. С человеком разговариваешь, сидит, как будто он обыкновенный старик. Дальше разговариваем, бывший представитель колхоза. С удовольствием тоже книгу купил, вопросы задает. Идем в деревню, счет, и расстричается один только третий, за трое пьяненький. Начинаем беседовать. Принимает, как будто мы тамошние люди, там жили вместе с ними. Сначала обозвали нас мошенниками, шулями, ездят, деньги собирают. Мы документы показали, книги большую роль играют. Когда документ покажешь, паспорт, а потом книгу, книги начинают говорить. И автор, представьте, как. И сразу располагали люди. И в следующий раз уже договорились, что мы приедем, чтобы людей собрали, можно было беседовать. Были мы в Мамонцевском районе, в Шашинском и в Тюменцевском. И через дверь переехали, на ту сторону. Мы ехали и только говорили, молятся за нас, дорогие наши молитвенники, братья и сестры. Мы не знаем, как нас встретят завтра, будет ли беседа. Просто помогите, вы участники будете. Напряженно молитесь. Детей маленьких поставьте на молитву. Недолго, хотя бы минут пять. Помолитесь, пройдет какое время, опять встаньте на молитву. Мы ощущали, реально, совершенно незнакомые люди. Представьте, незнакомые идут по улице. Останавливаются. С ними начинаем говорить, как будто нас ждали. Дальше хоть сколько едем, никого уже нет. Именно эти люди, вышли, навстречу, как будто они нас ждали. Переезжаем в лесок, а там небольшая роща их разделяет. Опять в этот двор показали, как там уже упёшь. Заходим именно те, кого мы там встретили, они там прямо в них думают. Они-то нам не сказали, где живут. А мы, переехав оттуда, прямо к ним в дому попадаем. Как будто зарпу нас кто привел. У меня так не было. Крепко за нас молились везде. И дети, и в лагере, и в деревне. Молиться надо за батюшку. Чтобы у него там было благодейство. Я всегда тревожусь, как он уезжает. Он никогда не докладывает, где что было. Я всегда биваюсь. Ну кто бы там был, он прям не бежут. Как бы сердится уже. Ну что он соберет-то? Среди недели там были, никого нет. Там три бабки. Так три-то, это же много, батюшка. Да их трех-то собрать. А мы подошли к одной. Она сидит с хлопушками на скамейке. И от нее сколько узнали? Ей 80 с лишним лет. И через бабушку. Ты никого не забирай. Ты не знаешь, как Бог через кого откроется. Мы ничего не знаем. И вот в этой нашей немощи Бог тогда открывается. Приехали к близким знакомым. Мы когда-то с ним были рядом, соседи жили. Когда я был в пятом классе. Вообще не верующий. Ни граммы веры нет. Ни у него, ни у ней. Дальше разговариваем. Дитя засовывал по молитве. Она только открывает. А у нас иконы есть. Закрытые. Правда впереди игральные карты лежат. А потом иконы. На божничке прям. В начале молитвы. Календарь есть. А какой календарь? Может у вас какой-то сектанский? Не знаю плюсик. Правда сектанский календарь. Хороший. Наспредси священописания. Наш темя там уже брошен. Она даже этого еще не знает. Оставили все книги. Пришлось подарить свои книги. И это все по слову Божию. Человек посадил в машину. Повез там. Посмотрели где я в детстве был. Где жил. Где школа. Господь. Мы едем оттуда и говорим. Какие черные моря. Куда-то едут в пустыню. В Гобе. Люди не знают куда деньги тратить. Тут поля. Пшеница хорошая. Светит солнце. Хвойный лес. Десять километров хвойным лесом ехали. Чудо Божье. Господи слава тебе. Хочется останавливаться и молиться и благодарить. Мирное время. Мы едем в совершенно неизвестное место. Какая погода. Ничего не знаем. Мы доверились Богу. И возвращаемся. И тут ждут. Вот они куда-нибудь уезжали. Ни за какие миллионы этого нельзя купить. С нами наш Бог. Мы страшно богатые. Мы неимоверно богатые. Лука 18.31 Отозвав же двенадцать учеников своих, сказал им. Вот мы восходим в Иерусалим. И совершится все написанное через пророков о цыне человеческом. Ученики слышали это все. Они, конечно, не вспоминали. А Господь иногда раскрывал. Все написанное сбудется и о нас. Он говорит, не оставлю и не покину. Я благословлю. Ангел Господень с вами будет, когда вы понесете слово. Идите до края вселенной и всей твари. Это все Писание сказало о нас. Мы всю неделю ждем, когда придет воскресенье. Какая же интересная жизнь у ведущих. И это еще не все. А что дальше Бог еще будет открывать? Макфея 2.3. Они же сказали ему, в Иерусалиме иудеевском, вот так написано через пророка. Написано. И никакого исследования, никаких генетических кодов, не надо было вернуть. Он написан. Он вчера. Написано. Значит, все. Это точка. В Иерусалиме. Христос не мог родиться ни в Бомбее, ни в Кабуле. В Иерусалиме. Почему? Да написано же. Вдалбитесь себе сюда, что написана эта конечная точка, конечная инстанция. Дальше идти некуда. Написано. Аминь. Матфея 2.6.31. Тогда говорит им Иисус. Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь. Ибо написано. Поражу пастыря, рассеется овца. Может быть у нас будет так. Поразит Господь пастыря. Говорю, бачка, тебя и хоронить там некому будет. А мы здесь живущие рассеемся. И за это надо славить будет Бога. Поражу пастыря. Христа, конечно. Это написано. Ученики-то как они не хотели от Христа отходить? Петр бросился его защищать. Не умело, правда. Но все-таки. Смелости ему было не занимать. Да как же тогда сбудется? Господь, вложи меч. Мы могли бы многое что-то сказать. Мы старались только одно. Дать людям Евангелие. Чтобы по слову Божию все было. Псалом 39.8. Тогда я сказал. Вот иду. В свитке книжен написано о мне. Мы должны увидеть не только пророчество о Христе, а о нас самих. А таких пророчеств очень призови. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Воззовет ко мне и услышу. Псалом 90. Воззовет и услышу. И с ним я в скорби. Значит, в скорби нас Бог не оставляет. Это пророчество о каждом из нас. И как на душе радостно. А ведь скорби какие? Самое драгоценное Бог отнимает, сжигает, испепеляет. Да, мы жалеем царя. Ну, царь, единые девушки. Они на небе. По-человечески так. А кто бы они были, если не будет расстрелянная? А где эти, которые убивали? Да кто их знает? Я не. Но только не там. И в это я не верю. Иоанн 6, 45. Вот пророк описан. И будут все научены Богом. Всякий, слышащий от Отца и научившийся, приходит ко мне. Ко Христу не идет тот, кто не от Отца. Вот я занимался много разными клигами и других религий, считая это у мусульман Коран. Он весь написан по слуху. Он, Магомед, что слышал, встречался с христианами, так и писал. Это не откровение Божие. Там все библейские рассказы, они, ну, как вот человек, который слышал, забыл. Вот в таком уровне написано. Нет этой четкости. Он не может когда, откуда он узнал. У нас в Библии все говорится. Кто это сказал? Как Моисея Бог избрал? Ну, что дальше было с Моисеем? Где? А там пропуски. Потому что он не мог все запомнить. Тем более он не знал ни еврейский, ни арабский язык. Нам открыто это через слово. Деяние 7,42. Божий отвратился, и как написано в книге пророков. Так правильно написано, что отвратился? Да. От Израильского рода Бог отвратился и предал их по руганию. А так от русской церкви отвратился и предал по руганию. Я говорил, что среди поэтов, примерно за 300 лет я их перемолотил лучше, больше 10 тысяч стихов только стихов. Ни одного рожденного свыше не нашел. Ни одного. Как мне это было тоскливо. Сейчас вот даже я занимаюсь материалами. Ну, ни одного нету, чтобы прямо говорил. Как это можно не видеть, когда прямо Господь говорит? Мне тут надо родина большая, чтобы была. Кого-то где-то подмять надо. Кому-то отомстить. Чтобы кто-то нас боялся. Откуда это? Нам дано только страдать. Не только вернуть, но и страдать, Петр говорит. И мы должны с этим согласиться. И тогда с нами стоит Христос, и Он меняет сердца людей. Меняет. Он располагает. Я помню, с Новокузнецкой тюрьмы везут, когда на этап. Этап это от тюрьмы до тюрьмы, когда везут. Это самое опасное. Пожаловаться некому, потому что завезли, сбросили, сдать. Там же начальство постоянное, которое везут, состав ушел в другое направление. И называется конвой. Конвой лютует. Новосибирский особенно славится лютостью своей. Не вводят туалет, хоть лопнут. Не дают ничего ни есть, ни пить. И вот когда вывозят, ну как бьют, это нельзя высказать. А перед этим, как садить уже, вывозите из тюрьмы, во дворе выстроили зима. У кого какие жалобы есть? Сохрани Бог. Какая жалоба? Тебя сейчас зароет и знать никто не будет. Ну жалобы есть, полупьяный стоит офицер. Ну говори. Я поднял руку, говорю, жалобы есть. Как? Жалобы? Даже надо думать. Где ты говоришь? Там не прокурора понадобились. И какая жалоба? Ну что-то у меня отняли. Я говорю, авторучку у меня где же. Отняли они, авторучку, там говорить-то не о чем было. Он сразу остановился, пошли. Заводит меня. У всех отняли ручек. На столе сколько есть. Он все сгребает, меня в сумку толкает. Там сто, двести, авторучек. Это все твои. Пошли, еще есть, чтобы нет. То ли он что-то знал, или Бог там, даже по сегодняшней. Да он ничего не знал, он полупьяный. Это Бог так делает. Все, кучи собирают. У меня сумки, две большие сумки. Он полные сумки натолкал, авторучек посадил и поезжай. Да еще и охрану дал, чтобы меня дорогой ничего не отняли. Как все вспомнишь, а если бы я умел защищаться? Ну вот у нас живут, он умел защищаться. Первые же драки убили. Все. Псалом 28.8. Идеяние 7.42. Боже отвратился, и как написано в книге пророков. Деяние 15.15. И сим согласны слова пророков, как написано. Какие пророки, что сказали конкретно по какой-то теме? Ну сегодня вам некогда заниматься, будет впереди большая зима. Что в Писании говорится конкретно об отношениях матери с девочкой, матери с мальчиком, отношения девочки к матери, к родителям. Ну то есть любой вопрос задавать Писанием, он освящен. Я даже задаю вопрос. Вот мне понравился наш первый иерарх, Иларион. Ему задают вопрос. А вот вы говорили интервью, давали насчет того, что на русский язык, да как вы? Он говорит, грамотные, с высшим образованием стоят и ничего не понимают. Что читается по риме, это заветные чтения. Надо на русском языке. То есть за что мы боремся? Он это поддерживает. А то нам уже Господь дает. И он высказался, сейчас вот архиерейский собор, этот был архиерейский собор, и он высказался, что многие недовольны, что патриархия не вышла из экуменизма. Со всеми молится. Это очень большой соблан, хорошая речь. Что-то может еще было, но мне просто не попало. У него интервью берут, и он отвечает о своем выступлении. Полностью выступление я не мог достать, но, в общем-то, может только молиться. Если так дальше дело пойдет, то в какую-то лепку они вложат в то, чтобы вышли из этого сатанинского сборища экуменистов. Деяние 24.14 Но в том, что я знаю себе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу Отцов, веруя всему написанному в законе и в пророках. Верить надо всему написанному ни в газетах, ни в своих книжках, а в законе и в пророках. А законы пророки это в Библии. И считать надо очень внимательно, самому не толковать. Вот я говорю, нападясь здесь, я от вас вопросов не слышу. Это может и радовать, и печалить. Или много знаете, считаете. Или не считаете совсем. Почему вопросов нет? Вот у меня вопросы все время идут и идут вопросы. Мне задают, и я задаю. У меня есть многое, что я не могу разрешить. Писание молчит об этом. Очень трудно искать у святых отцов. Святые отцы это патрология, это 300 книг. 300 книг. Это не 30 книг. Римлянам 1.2. Которое Бог прежде обещал через пороков Своих. Святых Писания. Бог обещал, что придет Сын. Обещание выполнено. Он обещал, что Сын явится для всех наций. Да, достиг и русских людей. Он обещал, что приходящего ко мне не изгоню вон. Да, так. Нам Бог дал все. У нас есть священство. Есть понятие о таинствах. Есть понятие о церкви. Вот этого пока будем держаться. Что новое еще откроет Господь? Мне многое не открыто. Спрашивает, а как дальше будут развиваться события? Понятия никакого нет. Я никогда об этом не прошу. Я вижу только сейчас с нами, с нашей общины, именно так, как могли только думать. Архиерей на нашей стороне, что-то еще 4 года, может что-то они сделают, но доверие наше Господу оправдалось уже. У нас не было никаких потрясений. Мы ровно так прошли. Не впали ни в какой раскол, не уклонились и в ересь, как написано. Поэтому данное обещание Богом о Христе мы должны прилагать к себе. А что обо мне, как-то там сказано в Писании? По имени моему нет. А так понятно. Иисус говорит, воззовет ко мне и услышу, и в день печали помогу Ему. Мы воззвали и просили Господа. Господи, садяло и так, чтобы воля Твоя исполнилась в нас. Волю Божию познать без смирения нельзя. Мы выставили четко свое мнение. Мы не согласны с объединением. Потому что не было покаяния у патриархии. Но мы подчинились. Подчинились и нас все терпят. И власти нас не трогают. И местные, хоть они недовольны нами, там епископ и священник. Священники. Но местный епископ, я не знаю, кто ему подсказывает, но он нигде на меня не вылез в печати. В устной форме. Передают, но ни разу за все время, сколько четыре года он уже здесь, а может даже четыре с половиной, но все стоит в той же паре, как будто он первый день приехал. Мы молимся. Нам есть чем себя занять. Как в свободная минута, никто не пищит. Начинаем молиться. Пойдешь, Люба, поменьше пустых разговоров. Научитесь за все благодарить Бога и вспоминать, что об этом написано. Мы детям зададаем загадки иногда. Дорога идем. А что про дорогу в Писании написано? Этим-то ничего не скажешь, они не знают. Сами себя об этом... Ставьте себе вопрос. Как это будет выглядеть? Итак, согласно написанного, мы приняты Христом. Согласно написанного, Он нас не изгонит, если мы будем верны. Если народ оказался неверный, то Бог верен. И согласно написанного, что у нас вокруг? Мы имеем великую надежду достичь такси небесного. Аминь. Продолжение следует...